и доброго времени суток дорогие друзья доброго времени суток дорогие подписчики и зрители моего канала с вами вновь ичи и сегодня мы продолжаем наше прохождение игры цивилизация 5 дивный новый мир и что же в данной серии я не помню честно говоря что мы собирались там сделать но что я помню так это то что предыдущей серии мы с некоторым трудом ну не то что прям совсем трудом но в общем мы справились с гражданской войной на нашей территории насколько я помню разобрались со всем этим со всеми там восстаниями бунтами и в общем то выправляем ситуацию со счастьем в нашем государстве а еще мы вроде как более не воюем с индонезией которая отдала нам город но и тем самым собственно как раз таки подпортила нам всю ситуацию из-за чего у нас и начались вот эти гражданские войны и тому подобное вот ладно следующий ход в любом случае сейчас разберемся что к чему между тем между тем насколько я понимаю коль не остановить корею то они полетят в космос первыми течение то чтобы прям совсем в космос первыми а на альфу центавру поэтому какой дальнейший план действий во первых как я уже говорил выправить ситуации со счастьем чтобы у нас восстановилась скажем так и наше производство и наука и прочее прочее потому что покуда народ несчастен то все это весьма как сказать в общем очень сильно все эти отрасли они портятся за счет того что народ не хочет работать народ там и не знак это бунтует и тому подобные вещи в общем кошмар да и только я не понял а александр же у нас с ганди воюете а а вот это мне уже не очень нравится потому что все таки македонский получается через наши земли кстати говоря идет блин закрыть бы ему проход чтоб он помучился ну да ладно в конце концов другой стороны возможно он тем самым разрешит проблему касательно касательно чего касательно потенциальной агрессии со стороны собственно ганди ладно они не лагерь жили чё у нас вроде все застроено дам и олени туда бывают свои лагеря у нас а да точно и вот железная дорога собственно наша хорошо 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 тогда так и вас отправить ребятки куда бы вас родные послать вот допустим вот сюда дорогу железную основать да конечно это золото у нас отжирает но я думаю это не столь критично так наша штурмовая пехота это все хорошо это все прекрасно где у нас там охраны в каком городе сейчас нету я шах откуда-то увел насколько я помню да соответственно нужно вернуть так где у нас тут еще вот вот коломбо точно возвращайтесь свой родной коломбо так железная дорога у нас еще где-нибудь есть непостроенная железка тут все это дело возводится ну не знаю топать вот сюда здесь что-нибудь сделаем например как раз да торговый пост даст нам и золото и науку и вообще все будет прекрасно так хорошо ты это все мы поняли по поводу всяких там довольств недовольств о праздник у нас получили китов прекрасно что еще и гаджамада заключает мир хорошо что-то у нас торговыми путями опять не тогда а она это который ганди к нам прокладывал понятно все ясно ладно хорошо любом случае следующий ход пока что ситуация у нас такая немножко непонятная но все-таки перерыв он сказывается когда некоторое время не играешь во что-то а потом возвращаясь в игру то реально наступает такой легкий ступор вот эти клетки интересно я могу выкупить а то как-то уже мозолит глаза этот полководец ну хотя бы вот эту да можем купить вот так отлично полководец у нас вообще этот зажат теперь территориально раз-два-три по идее можем кстати даже ее еще выкупить так этих рабочих мы пошлем пошлем куда вас послать а вот давайте сюда на равнину как раз тоже что-нибудь сделаем по-хорошему нам надо вот сюда а через гибралтар их перевести и все это делать но мне немножечко лень хочу уже добить территории которые нам здесь подконтрольны а тогда всякими там гибралтарами заняться ладно следующий ход вот так вот ну и к слову хотя это уже говорил по-моему не один раз но на данный момент у нас на канале идет добитие цивилизации то есть основное направление и плюс также вот начал на канал выкладывать серии по neverwinter ну по крайней мере пока что только одну серию правда отснял но не суть а блин сэджон программа союз завершена по ходу дела все-таки стоп что такое на хайлы сласе да давай сотрудничать блин сэджон завершил программу союз а у нас нету ядерных ракет хотя бы за совет построить их спасибо но проблема в том что у нас нет ядерного оружия и то есть да это с одной стороны нам бы сильно помогло но с другой блин сэджон сейчас строит космический корабль наверняка и да конечно то что они там по узнавали что мы эфиопия стали друзьями это хорошо но меня это сейчас не волнует что что знаешь давай закончим с этим вот кто кто бы говорила у тебя нет шансов против нас как раз да открывай я вам тебе грань вернее границы ганги я не знаю там всемирном по прогрессе ты будешь например за так что это даст сейчас я этот лидер использует так запускает проект международных игр пока проект на ситечке производства для его завершения так это что нам даст то собственно а а хорошая вещь кстати а как сбалансировать можем вообще киты и не все открытые границы да а давай вот так хорошо с ганди мы договорились что иди а но индонезию да нехай осуждают молодцы в принципе индонезия она так по сути по ходу дела может даже в этой серии все закончится я не знаю честно говоря как быстро корея построит эти космические корабли но мне кажется что мы в итоге проиграем по науке в том числе несмотря на все наши старания но по ходу дела последняя война она стала для нас губительной она стала для нас нашей ключевой ошибкой во всем этом действии по той простой причине что счастье убило нам науку и остальные вещи вообще давайте посмотрим ка например путь к победе что мы имеем у одного игрок указываешь она программа союз да вот подавать подробности посмотрим сэджон корея а ну я не знаю на данный момент по крайней мере у него вроде только одна штучка готова в любом случае у нас нету еще этого у нас нету алюминия вот в чем проблема нам нужен алюминий не но у кого алюминий этот взять я не знаю просто я не уверен что если мы например сейчас да по любому мы не успеваем у нас науки нету и для того чтобы свою программу союз опять же возвести построить тут без вариантов мы еще не можем клепать детали для космического корабля да ну кто знает может все и разрешится куда как лучше но что я понял это то что во первых чингисхан рекомендует нам не сближаться с эфиопией нам жаль но и все такое аааа ну а еще нет в этой серии то навряд ли все это дело завершится эфиопий ацтеки теперь друзья ладно разберемся совсем этим опа сэджон объявил войну гаджо мади эфиопий ацтеки да друзья слушаете а может у сэджона нету алюминия что то я не подумал Кстати, может быть вполне и такой расклад Если у него нету алюминия, тогда мы в принципе Ещё чуть-чуть в выигрышном положении Да Так, это что такое? Кто на кого нападает? А, ну это не наши, да Хорошо Ладно На Ну посмотрим, что к чему Это кто у нас? Фиопи же, да? Ой, не Фиопи, а этот А, это вообще Лавента Не понял, города-государства что ли между собой стали воевать? А, ладно Так, истёк срок действия мирного договора Так или иначе у нас с Гаджамадой Что в принципе неплохо на самом деле Скажу я вам Так что вот так А, так Дайте-ка подумать Сэджон у нас тут А, нет Это не Сэджон Подождите Где у нас вообще Этот, Корея находится Каракорум Это кто у нас? А, Каракорум Это у нас Эфиопия, да? Вот он, Сеул 29 населения Выглядит весьма круто Всякие штуки У них ништяки Это у них кто такой Великий торговец Так, а давайте-ка прикинем Можем ли мы добраться до них А, смотрите-ка В принципе, мы могли бы Теоретически по морю К ним двинуться Мы знаем их не морские границы Так, это у нас кто? Это у нас город-государство Причем весьма мощный тоже На, так Это они где, получается Находятся Сейчас сориентируемся Ага Так Хорошо, хорошо Вот она Уже Индия Вот маленький проливчик Так, вот, значит, как, да? Угу Если у нас будет флотилия Мы можем теоретически Все это дело действительно Переправить Может, Флоренцию долбануть Получим выход Хотя нет Мы выход к морю-то не получим Нужно на побережье Что-то Причем с этой стороны Ну, я не знаю А тут-то Ганди у нас Повоевать с Ганди? Нет, я не могу Повоевать с Ганди Это будет предательство Вот этот город бы Отхватить Ну, блин Они все такие мощные И да Казалось бы Переправь авиацию И все будет ништяк Но, с другой стороны Как мы, опять же, и авиацию переправим Вот в этом и минус Вроде бы у нас Военная мощь Нехилая такая Но Толку от самолетов Когда негде Их базировать А, так Ладно Тогда давайте Поселенцев Сделаем Да Сделаем поселенцев В городе Коломбо За два хода, пожалуй Телевышка Да Отправим их Заселять территории Ну и там Что-нибудь В общем Придумаем Хотя тут Поселенцев За один ход Можно было Что-то я не рассчитал Ну да ладно Так Рабочая лодка Нам нужна Я не помню Честно говоря Вроде там есть Что-то Но Холерова знает Подводная лодка Так Подводная лодка Она дальнобойная мощь Да В ближнем бою Не сражается А вот это В ближнем бою Эксминец Сейчас все у нас На нуле Сейчас Все бы ничего Но Ааа Так Дайте-ка подумать Опять же Она пока Доплывет Это очень много Времени Займет Но Нам нужно Что-то делать Скорее Может быть Подговорить Кого-нибудь Начать войну С ней Вот это уже Будет идейка Так Рандармерия Больница Кстати Нам для счастья Ну тут для счастья Нечего Давайте радиовышку Возведем Тогда Я не знаю Даже Честно говоря Я в легком ступоре Что делать дальше Тут понятно Что арена Понадобится Да Вот Надо Все-таки Лодку было делать Давайте Зайдем В окно Дипломатии Так Где она Тут Дипломатия С кем У нас Дружба Вот Попробуем Переговорить Например Хайл Сласия Вот Наш Милый Эфиопский Друг Слушай Мы идем По пути Строительства Коммунизма Мы с тобой Социалистические Державы Поэтому Я хочу Чтоб ты заключил Вернее Начал войну С Соджоном Что ты хочешь За это Как не подойдет А если я тебе Так сделаю Так Я не знаю Там Вот Открою Границы И оборонительный Союз Ааа Не хочет Начинать войну Да Так Кто у нас Еще может С ним потягаться С Рамзетсом Вторым У нас вообще Нейтралитет Я смотрю Так Стоп А давайте Тогда Сделаем Так Всегда Приносит Нерадость Друг мой Ааа Это хорошо Давай вообще Посмотрим Чем мы можем Поторговать Железо И нефть У тебя есть Это все Хорошо Но Так Давай А допустим Благовоние А мы тебе Я не знаю Открытые границы Что ли А что ты хочешь Ааа Как-то Нерезонно Слушай Так Допустим Сэджон Оуу Как у нас С ним все Запущено А знаете Что Что Опять Вы Слушай Вообще Скажи-ка У тебя есть Алюминий Алюминий У него К слову Нет Зато У него Есть Долбанный Уран А что Это значит Это значит То что Возможно У него Будут Ядерные Ракеты Корея Ты Начинаешь Ядерную Программу Да Я смотрю Слушай Ну для начала Давай Обменяемся Посольствами К слову У нас Оказывается Посольств Нету Друг у друга Да Ааа Далее Далее Так Дай-ка Подумай У тебя Кстати Я смотрю У тебя Сэйджон С золотишком Не все так Гладко Да Вроде Как Ааа Хорошо Допустим Что у тебя С редкими ресурсами На самом деле У него По ресурсам То все Не так уж Хорошо Но Я не знаю Объявить ему Войну Можно В принципе Попробовать Так Давайте посмотрим Значит Что у нас Тут у него У него Довольно Ощутимо Городов Государства Союзника Так Плюс Ко всему Они же Публично Осудили Нас Угу Сделок У нас С ними Нет Торговых Путей У нас С ними Нету А Стоп Я же Строю Этого Поселенца Да Соответственно Они сейчас Могут К нам Пойти Вернее Помешать Основывать Город Ну давайте Объявим им Войну В конце Концов Вы Глупы Вы допустили Ужасную Ошибку Из-за Объявления Войны А Ну Понятно Шпионы У нас Там Быть В общем То Не могут В это Время Хорошо Следующий Ход Штурмовая Пехота У нас Прибыла В город Давайте Поставим Их На Излечение Ну и Посмотрим Что же Будет Греция Публично Судила Державу Корея Прекрасно Слушайте Греция Отсудила Корею И Греция Захватила Угаджамады Город Ой Угаджамады Уганги Ну я не знаю Может быть Попробовать На самом деле Наладить Взаимоотношения С греками И Натравить Их На Корею Так Это было Письмо Неплохо Плюс ко всему Тогда Они Возможно Подорвут Как раз Корейскую Мощь Каким Нибудь Образом Я не знаю Но просто Реально Нужно Что-то Делать С Кореей Иначе Она По науке Нас Обгонит А мы Стремимся К научной Победе Ну Как сказать Мы могли бы Военной мощью Их задавить Но они Слишком Далеко По войскам Я думаю При всем Желании Он бы Нам Проиграл Мы бы Отхватили Город за городом Хотя Это опять же Убило бы Нам счастье Но вот В чем Фишка Тоже Ладно Посмотрим Разберемся Тут А это Наш По идее Да Так Торговый пост Построим Естественно С поселенцами Теперь С условием Начатой войны Все не так просто Ну Что нам рекомендуют У нас есть Две точки Кстати Рекомендованные Может быть И правда Где-нибудь Тут пока Основать Что это Даст нам Это Доступ К рыбе В принципе Неплохо А здесь Доступ Китам Давайте Отправим Их сюда Нам нужны Киты К слову А заодно Будет чем Поторговать Опять же Это что у нас Что А Шестой совет В городе Сеул Собирается Через пять Ходов На осуждение Вынесенных Следующих Да На международные Игры И как раз Запрет На китов Хотят Кто кстати Китов Хочет запретить По моему Наш милый Друг Да Эфиоп Ага Вот как раз Запрет на китов Нам не нужен Потому что Потому что Банально Киты Нам самим Нужны Давайте Сходим Тогда Во первых К Хайлес Селаси Так Ваша империя Известна Своей Сильной Экономикой Возможно Когда-нибудь Настанет день Когда вы захотите Поделиться Своими секретами С другом Ну Я просто Много строил Всякого полезного Какие секреты Это Слушай А Касательно Конгресса Мы же по моему С ним о чем-то И договорились Уже Ладно Так Александр Слушай Да Он навряд ли Согласится На самом деле А с кем Тогда у нас Мария первая Может быть Ты Да ты Слабенькая Куда тебе Там тягаться С ними С другой стороны Я даже Не знаю Кого на них Натравить Что Гаджамада У нас С гаджамадой Дружба А За счет Только того Что мы Дружим С союзником Да Ситуёвина Реально У меня Легкий ступ Что делать Ладно Колумба Построим Пожалуй Ну опять же Радиовышку Что еще Остается А Да Дела Дела Тяжелые времена Настали Для нас Ничего с этим Не поделаешь Давайте Банк Он Поменьше Будет Строиться По времени Хотя бы Стены Укрепимся Вот реально Ступор Что делать Да Так Ну Монумент Естественно Для развития Первостепенного Строения Некак Не крути Тут Кстати Можно Тоже Будет Отправить Еще Нашу Лодку Рабочую Да Надо Рабочие Лодки Сделать Вот В общем Пока что Ситуация Такая Весьма И весьма Непонятная До Кореи Нам добраться Проблематично Тоже Ключевое Вот этот Город У Индонезии Если Отхватить То Да Что мы Получим Тут все равно Еще до нее Опять же Надо пилить И пилить Как ни крути Да Уж Да Уж Дела И фиг Поймешь Что делать Можно Конечно Города Поставить На науку Вообще Все Там Чтобы они Пилили нам Собственно Эту самую Науку Но я не знаю Как-то Это тоже Весьма Все сомнительно Ну да Попрет у нас Наука А толку-то Если в остальном Мы не будем Особо развиваться Ладно Глядишь Что-нибудь Дельная еда И получится А пока что Эта серия Такая На полнейшем Распутье Иначе Не назовешь Хм Ну Хотя бы Что-то Хорошее Мы построили У нас Появился Кремль Который Требовал Порядок И дает Плюс 50% Производства При создании Бронетехники Да Ну и Бесплатно Один общественный Институт Он нам дает Все на свете Из пластмассы И вокруг Пластмассовая жизнь Ааа Ну Группа Сплин Да Забавно За рубежом Значит Группа Сплин Знают Пехотинцев Можем Теперь Делать Лаборатории Возводить Да Вот Лаборатория Это очень Хорошо Нам как раз Ну и Можем Чудо Возвести Христов Искупитель Вроде Как Можем Я не знаю Надеюсь Что его Никто Не возвел Собственно Так Что у нас Тут Вообще Лес Луга Холмы Река Поймешь Что тут Построить Производство Дать Холера Знает Не знаю Ступор У меня Реально Ступор Ферму Лясопилку Ааа Торговый Пост Я не знаю Вот Хуже Хуже Не Придумаешь Когда Не Знаешь Что Как Делать Да Пехотинцев Будем Лучшать Примем Общественный Институт Примем Институт И Давайте К Идеологиям Пойдем Че Еще Остается Так Примем Идеологию Второго Уровня Так Так Академия Наук Увеличивает Настроение На плюс Один За каждую Обсерваторию Школу И Лабораторию Вот это Очень Хорошая Вещь Так Новые Города Добавляю Получают Дополнительно Трех Жителей Тоже Прекрасно То Бишь Быстро Можем Города Поднимать Так Это К показателям Туризма Фабрики Увеличивает Науку В городе Ага Фабрики Строятся Два раза Быстрее Это Хорошо И Пятилетний План К Производству Прибавки Давайте Все Таки Сделаем Счастье Академию Наук Возведем Да у нас Критика Тут конечно Есть Но в конце Концов Если мы Сменим Идеологию То у нас Все наоборот Рухнет Потому что у нас Многие вещи Которые На счастье Направлены Они именно Что работают За счет Как раз Принятых Идеологий Социализма Как ни крути Тоже Такой Весьма Важный Момент Вроде Мелочь А Важно Так Это что у нас Эрмитаж А почему Христос А Наверное Для Христоса Для Этой статуи Нужна гора Какая нибудь Я что то не посмотрел Ясно В любом случае Нам нужен Еще Много нам Короче Нужно Для Эрмитажа Еще Всякого Так что Не буду Насчет него Заморачиваться Папа строил лабораторию. Она, к слову, нам и счастье даст как раз настроение. Что тоже весьма важно. Так, тут выбираем проект. Ага, может рабочую лодку, к слову. В принципе, да, можно. Даже я бы сказал, нужно. Не, выбираем исследование. И теперь нужно смотреть и думать. В перспективе ближайшей. Так, экология, что там дает. Так, солнечная станция. Опера. Так, понятно, мусорка. Вот, атомная бомба, нам вот сюда надо. Казука АЭС. Да. Пойдем в эту сторону. Вот так. Изучим. У нас, значит, откроется уран. Плюс ко всему проект Манхэттен. Ага. Атомные бомбы как раз и. Ядерные ракеты открывает наука на клетках с. Ага. Академии. Академии у нас нету. Понятно, куда будем тратить великих ученых. Так, электроника. Авианосец, собственно, откроет. И линкор. Так. Стоп. Изначально способен переносить два самолета. А, к слову, вот мы еще сможем строить как раз. Ага. Да. Сможем строить авианосцы и самолеты подвезти, собственно, к Корее. Вот это уже будет шикарно тоже. То есть до ядерных ракет мы сможем произвести по ним атаку. Вот. В чем фишка тоже очень полезна будет. То есть главное будет переправить на ту сторону наши самолеты. А, блин, а оно долетит или нет? Ну, в любом случае, можем построить несколько авианосцев. Сможем. И тогда уже все это дело реализовать. А первое, что у нас будет изучаться, это зенитки всякие, да? Так, бомбардировщик, истребитель, парашютисты, аэропорт. Ага. Ядерная, Манхэттен, это все понятно. Так, а тут что откроется? Морская пехота, медлаборатория, торговый путь. Я единственное, на этих еще. Хотя, может, на подводной лодке. Я не помню, на что можно грузить еще ядерные ракеты, честно говоря. Ну да ладно, в любом случае, нажимаю следующий ход. Сейчас компьютер сделает свои манипуляции. И, пожалуй, на этом буду заканчивать данную серию. Ну, хотя бы на распутье-то на распутье, но что-то наметили. Благодаря науке. Ааа, будут у нас, если корабли, способные переносить самолеты, то, возможно, не все потеряно. Так, что? Будапешт объявил войну Гаджамаде. Мило. Будапешт воюет, что? Как-то странно и интересно это все дело. Ну да ладно. Ааа, Гаджамада решил расширяться за счет городов-государств. Как видно. Ааа, Монте-Сума. Договор послужил на благо и вам, и нам. Это все, конечно, хорошо. Но, может быть, ты так согласен? Нет. В чистом виде я не хочу просто соль. Без всякого. Что я за это получу вообще? Вот тогда и фигучки тебе соль на самом деле. Вот так. Потому что нам ресурс самим нужен. Не можешь ничего дать взамен. Не просишь у нас дать тебе это. А просто так? Не, пожалуй. Пожалуй, мы уже не будем таким добрым. В конце концов, нам самим это все пригодится. Особенности сейчас, в такие трудные времена. Когда Чака понимает, что если сделать какую-нибудь ошибку еще, если все не выстроить достаточно правильно, то вполне вероятно, что он потерпит поражение, а ему захотелось хотя бы какой-то победы. И на фоне этого появляется великий художник, готовый создать нам шедевр. И, пожалуй, пожалуй, для завершения серии, мы как раз таки этот самый шедевр и сделаем. Ведь у нас появился Эдгар Дега, который этот шедевр нам и сотворит. Хотя он может начать золотой век. Я не знаю. Но имеет ли смысл нам золотой век сейчас начинать? Что он нам даст? Не, ну он даст-то много чего. Это дополнительное производство, золото и культура. Но мы создадим шедевр. Это будет на постоянное зато прибавка. И он делает нам картину любительницы абсента. Мило. Вот то, что надо. Абсент, это же наркотический напиток. Он готовится, насколько я помню, из конопли. Так что... Что же? Идеальный финал для нашей серии. Для данной серии. Вот. На фоне картины любительницы абсента я и говорю вам. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки. Оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Вступайте в группу ВКонтакте. Рекомендуйте канал своим друзьям и знакомым. И... Всех вам благ. Удачи. Пока.